Ровно год назад, во время благотворительного марафона, на берегу Тарычевского пруда высадили около 50 саженцев яблонь. Каждое деревце в этом саду именное, но есть среди них особенное, с именем Вася Мотовилова. За год оно значительно выросло, как и сам Вася. Здравствуйте! Мы растем, и наш сад Васильевский тоже растет вместе с нашим Василием. Мы уже ходим своими ногами, потому что прошлый год назад мы были еще на коляске. Сейчас мы можем ходить, передвигаться спокойно, благодаря поддержке всем близким и жителям нашего города, которые нас поддержали в нашу трудную минуту. Врачи говорят, что это чудо. Все хорошо, болезнь отступила. Слава Богу! Конечно, мы победили ее. Самое большое счастье, что мы живы, здоровы, бегаем и улыбаемся. Дело в том, что мы узнали, что мальчик болен. У нас есть очень хорошая, добрая подруга, если можно так сказать. Это советник губернатора Московского селона Броневицкой, которая загорелась очень этой идеей, потому что она много делает благотворительных мероприятий. Это здорово, и чем больше мы вот такого всякого будем делать, вот каждый свое. Не надо думать обо всем сразу. Надо сделать что-то одно такое свое. И все. Васю так любит его семья. Вот эта любовь, она способна чудеса делать. В День защиты детей в Васильевском саду организовали настоящий праздник. Ребята принимали участие в различных конкурсах. Например, в этом под названием «Солнышко» нужно было маленьким мечом поймать большой. Сегодня очень весело, аниматоры, очень погода хорошая. Вы сегодня разогнали все тучи и вышло солнышко. Да! Мы лучшие! Один из самых важных этапов по уходу за садом – это правильная обрезка деревьев. С ребятами провели небольшой мастер-класс, и они приступили к делу. Нам рассказали, как ухаживать и что обрезать, и что делать, чтобы выросло дерево. И мы помогаем Васе для того, чтобы у него потом в будущем был сад. Васильевский сад на этом месте высадили не случайно. Оно является историческим. До 1980 года здесь росли царские фруктовые сады. И символично, что спустя время традицию возродили. Теперь на берегу Трычевского пруда вновь зацвели яблони, которые обязательно принесут свои первые плоды. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.